Субтитры предоставил DimaTorzok Еще нужно знать, расскажем через несколько секунд. Заявления о тарифе в 10 лев для Гагаузи политические, а процедура слишком сложная, чтобы с декабря это стало реальностью. Так прокомментировал обещание главы автономии министр энергетики. Отреагировал и глава Молдова ГАЗ. Подробности в выпуске. Первых пострадавших из сектора газа доставили в Египет. Это стало возможным после того, как египетские власти открыли пропускной пункт Рафах. Что говорят о запросивших эвакуацию гражданах Молдовы в МИДАИ? Поведаем скоро. Началась регистрация на получение компенсации в холодный период года. Как и в прошлом году, они будут как в виде сниженных расценок в счетах фактурах, так и в виде фиксированных ежемесячных выплат в размере 800 леев. Правда, какие цифры граждане в зависимости от степени энергоэффективности увидят в своих платежках, пока неизвестно. По словам главы Минтруда, бюджет на компенсации еще не установлен. Что касается компенсации в фактурах, то мы на последней стометровке, дабы уточнить эти аспекты, поскольку процессы более трудоемкие. Мы составляем бюджет не только на последний месяц этого года, но и на первый месяц следующего. А затем в наших обсуждениях с Министерством финансов необходимо будет уточнить весь бюджет на следующий год. В то же время мы находимся в процессе выяснения последних вкладов некоторых наших партнеров, которые были озвучены 17 октября в рамках платформы поддержки Молдова. Чтобы получить компенсации в нынешнем отопительном сезоне, необходимо обязательно быть зарегистрированным на платформе компенсации.gov.md. Это касается и тех, кто регистрировался уже в прошлом году. И, по-моему, многие бюджеты будут регистрироваться с самого первого дня, поскольку через несколько часов после открытия платформы уже не работала. ПОТРИВИТ МИНСТРУЛИ МУНЦИИ СИ ПРОТЕЦИИ СОЧЕАЛИ, в регистрация по платформе компенсации.gov.мд не нужно было заплатить 15-20 минуты, а так что мы решили и мы запомним о церете. В первом пасе требует indicать у номера телефона, только observаем что в эти моменты платформа не функциональна, потому что не генерирует ничего. Чем больше, эти проблемы технические уходы в том, потому что за просолчитывание сайт-улей. По словам главы Минтруда, проблемы с работой сайта были предусмотрены, но все исправят. Техническая команда работает. Уверен, если есть какие-то трудности, их устранят в кратчайшие сроки. Поэтому на регистрацию и было отведено 25 дней. В прошлом году на выплату компенсации из госбюджета было выделено более 4 миллиардов лев, из них 1,5 миллиарда – деньги от Евросоюза. Мы солидарны с народом Республики Молдова и всегда были рядом, чтобы помочь справляться с кризисами. При поддержке ЕС в прошлом году более 895 тысяч семей получили компенсацию по счетам фактурам. Граждане могут зарегистрироваться на платформе компенсации.gov.md до 25 ноября включительно. Те же, кто не сможет подать заявки до указанного дня, смогут зарегистрироваться позже, но в этом случае компенсации будут предоставлять уже со следующего месяца. Как и в прошлом году, тем, у кого нет технических средств или навыков работы с цифровыми технологиями, чтобы подать заявление через интернет, на помощь придут социальные работники и библиотекари. Министр энергетики не верит заявлениям Башкана Гагаузи о том, что жители региона будут платить за природный газ 10 лев. Заявление Евгений Гуцул Виктор Парликов называет популистскими, сделанными в контексте предстоящих выборов. Журналисты ТВ8 между тем выяснили, что в схеме импорта голубого топлива, о которой заявила Евгения Гуцул, замешанный адвокат, объявленный ранее вне закона партии ШОР. Мы нашли возможность обеспечить потребителей в автономии природным газом по специальной цене, гораздо ниже рыночных. Теперь газ для жителей Гагаузи будет в разы дешевле – 10 лев за кубометр топлива. Это заявление накануне вечером вызвало немалый ажиотаж. Для большей убедительности сегодня глава Гагаузи опубликовала предполагаемый документ о соглашении между двумя компаниями из Турции и из Молдовы. В контракте говорится, что с декабря голубое топливо будет импортироваться всего по 160 долларов за тысячу кубометров. Это втрое дешевле средней цены на европейских рынках. Правда, в Кишиневе цифры, представленные Евгением Гуцул, всерьез не воспринимают. Госпожа Гуцул не может привезти газ. Ладно, может, но не знаю, разве что в ведре. В остальном за поставки газа отвечают компании, которые этим занимаются. Необходимо подписывать контракт, и существует специальная процедура. Получается, накануне выборов госпожа Гуцул выступает с политическими заявлениями. И меня удивляет не то, что она выступает с такими заявлениями, а то, что люди продолжают ей верить. Член Совета директоров компании «Энергоком» Александр Слуцарь называет этот контракт сомнительным и оставляющим много вопросов. Это демпинговая цена. Таких цен на сегодняшний день в Европе нет. Мы собираемся детально изучить эту сделку. Тем более, что точкой входа являются гребенники. Та самая точка, куда поступает и газ для Приднестровья. Предполагают, что это либо российский газ, поступающий напрямую из России от «Газпрома» и каким-то образом замаскированный под турецкую компанию, либо он поступает из стран, которые до сих пор используют российский газ. Пахнет Приднестровским регионом. Те вообще не платят за газ, а эти собираются платить символические копейки. Директор «Молдова-газ» уроженец Гагаузи утверждает, что с технической точки зрения автономия может сменить поставщика газа. Правда, ни одного заявления об отказе от услуг «Молдова-газа» зато еще не поступало. Если они находят более удобную цену при соблюдении всех требований, наличие лицензии, всех балансирующих договоров и так далее, потребители обязаны написать заявление в «Молдова-газ». И мы в течение не более чем 20 дней обязаны по закону предложить им право о смене поставщика. Сегодня цена на фондовом рынке намного выше в два-три раза, чем то, что они предлагают. Но я не могу это комментировать. Тут речь о двусторонних контрактах, о соглашениях между сторонами. Контракт, обнародованный Евгении Гуцул, подписан компанией «Нордгаз Фурнизари». Ее соучредителем числится Александр Гроссу, юрист, объявленный вне закона партии «Шор». Вторая сторона – турецкая компания «Зен Салар Энерджи», о которой почти ничего не известно. Единственная информация – юридический адрес компании зарегистрирован в квартире, которая находится в Анталии. Александр Нестеровский остается под арестом. Столичный суд сектора Чекана отклонил ходатайство его адвокатов, которые настаивали либо на его переводе под домашний арест, либо на полном освобождении из-под стражи. Указали на избирательное право своего клиента и сказали, что намерены опротестовать сегодняшнее решение. Адвоката Александра Нестеровского сегодняшнее решение судей назвали необоснованным. Они просили изменить меру пресечения на домашний арест, либо же вообще отменить предыдущее решение, которым ему продлили срок действия превентивной меры. Страна защиты акцентировала внимание на его избирательном праве и праве добровольно реализовать свое право голоса в предвыборной кампании. 5 ноября 2023 года на должность мэра. У нас есть правовая основа, есть аргументы, есть и особое мнение судья апелляционной палаты Кишинева, который заявил, что мера пресечения является слишком суровой мерой, примененной к моему клиенту. Прокурор настоял на том, что Александр Нестеровский должен остаться под арестом. Мы просили оставить в силе предыдущее решение суда первой инстанции, а также вердикт апелляционной палаты Кишинева, который оставила в силе, это решение о продлении меры пресечения. Адвокаты Нестеровского заявили, что, возможно, протестуют сегодняшнее решение в апелляционной палате Кишинева, а если потребуется, обратятся в ЕСПЧ. Срок предварительного ареста еще на 30 суток Нестеровскому продлили две недели назад. Депутата лишили парламентского иммунитета 21 сентября вместе с другой народной избранницей Ириной Лозован. Сейчас она под домашним арестом. Им вменяют пассивную коррупцию, получение финансирования партии от организованной преступной группировки и отмывание денег в особо крупном размере. Оба обвинения отвергают. В нынешней избирательной гонке они были претендентами на должности мэра в Бельце Аргеева. Всего за два месяца запрещенная партия ШОР предположительно раздала лидерам политформирования в нескольких районах страны более 18 миллионов долларов – деньги неясного происхождения. По меньшей мере, так утверждает лидер нашей партии. Рината Усата обвиняет власти в том, что те якобы ничего не предпринимают, дабы это пресечь. Полиция в ответ уверяет, что ведет расследование и недавние обыски тому подтверждения. Что же касается представителей бывшей партии ШОР, то они не ответили на наши просьбы прокомментировать обвинение. На прошлой неделе в муниципе Бельце в ночь с четверга на пятницу раздали 640 тысяч долларов. Власти как-то это упустили, как это часто бывает в нашей молдавской политике. Более того, по словам Усатова, за последние два месяца партия ШОР раздала лидерам политформирования в нескольких районах страны еще 18 миллионов долларов. Та же партия ШОР, которая раздала 640 тысяч долларов в Бельцах, в Республике Молдова во всех населенных пунктах, более 600, где у них есть кандидаты, за последние два месяца раздала в общей сложности почти 18 миллионов долларов. Как сообщил нам глава полиции, обыски и видео с телефонами и прослушками свидетельствуют, что правоохранители расследуют это явление, а на подкуп избирателей потрачены миллионы леев. К сожалению, у нас беспрецедентная ситуация с попытками подкупить избирателей в Молдове. Я уже должен это признать. Это было подтверждено государственными учреждениями посредством обширного процесса документации. Суммы, которые вложены в этот коррупционный процесс, исчисляются миллионами. Речь не о десятках или сотнях тысячах. Мы не остановились на мероприятиях по документированию прошлой недели. Мы все еще фиксируем данные. Наши попытки получить комментарии у представителей неконституционной партии ШОР успехом не увенчались ни на телефонные звонки, ни на сообщения нам не ответили. Напомним, весной правоохранители провели обыски в офисе ШОР, откуда изъяли несколько пакетов с деньгами. Правоохранители тогда конфисковали более 8 миллионов леев. Скандал во время рекламной паузы предвыборных теледебатов на ТВ-8. Страсти накалились вчера вечером на съемочной площадке между двумя кандидатами, претендующими на пост мэра Кишнева. Это Ион Булгак и Ион Пуличи. Оба претендента на кресло столичного градоначальника едва не сцепились в драке. А что стало причиной такого накала страстей, расскажем далее. Кандидаты начали громко скандалить во время рекламной паузы предвыборных дебатов на ТВ-8 после того, как обсудили проблемы дворов столичных многоэтажек. После того, как Ион Пуличи предложил свои решения, Ион Булгак назвал его коммунистом. Это замечание максимально разозлило либералам, который в свою очередь принялся оскорблять кандидата от Куб. После перерыва страсти утихли, но оба кандидата избегали друг друга и отказывались отвечать на вопросы во время заключительных раундов дебатов. Первых пострадавших из сектора газа доставили в Египет. Это стало возможным после того, как египетские власти открыли пропускной пункт Рафах, чтобы впустить раненых палестинцев и иностранных граждан. Как сообщает МИДИ, ведомство составило список граждан Молдовы, ожидающих эвакуации, и отправило египетским властям. Консульский работник Республики Молдова находится там и окажет помощь нашим гражданам при пересечении пункта пропуска, в том числе выдаст временные проездные документы. По меньшей мере, пока среди пострадавших граждан Молдовы нет. Соответственно, они не указаны в списке, принятом до сих пор к эвакуации. Но мы ведем постоянные дискуссии, и они будут эвакуированы, когда власти примут соответствующее решение. Ранее Wall Street Journal сообщала, что Египет готовится принять до 400 иностранных граждан из сектора газа через контрольно-пропускной пункт Рафах. По словам источника, по соглашению США, Израиля и Хамаса, к выезду из Анклава допустили граждан Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии, Японии и сотрудников Международного комитета Красного Креста, а также некоторых неправительственных организаций. Будет позволено покинуть Анклав и тяжелораненым палестинцам. По официальным данным, в настоящее время в секторе газа находятся более 7 тысяч иностранных граждан, в том числе более 120 молдаван. Джо Байден наложит вето на законопроект о финансовой помощи Израилю, поскольку документ не предусматривает помощь Украине. Об этом официально заявил Белый дом. Представители администрации президента и министр обороны США также утверждают, что Путин, используя ситуацию в Израиле, намерен отвлечь Америку от войны в Украине. И заявляют, что в случае непредоставления этой стране помощи Россия гарантированно добьется успеха. Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о военной помощи Израилю, потому что лидер штатов недоволен тем, что в этот пакет не включена помощь Украине. Накануне об этом официально заявил Белый дом, отреагировав таким образом на первое важное законодательное действие со стороны нового спикера Парлаты представителя республиканца Майкла Джонсона. Также вчера госсекретарь и министр обороны США пытались убедить конгрессменов в том, что Соединенные Штаты заинтересованы в предоставлении миллиардов долларов не только Израилю, но и Украине, несмотря на огромный бюджетный дефицит. Путин очень старается воспользоваться нападением Хамас на Израиль в надежде, что это отвлечет нас, наше внимание от Украины, от его агрессии в Украине и приведет к прекращению поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов. Трудно сказать, господин сенатор, сколько это займет времени, но я могу вам гарантировать, что Путин добьется успеха, если мы прекратим поддержку. И Путин станет сильнее и гораздо быстрее добьется успеха в оккупировании суверенной территории своего соседа, если мы оставим сейчас Украину без поддержки, несмотря на то, что они прекрасно справились с помощью того, что мы уже им предоставили. В начале прошлого месяца Джо Байден подал в Конгресс запрос на дополнительное финансирование. Этот пакет включает в себя примерно 106 миллиардов долларов, которые должны пойти на помощь Израилю, Украине, а также на инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ. Администрация президента заявляет, что продолжит работать с законодателями в Конгрессе, чтобы прийти к соглашению. Законопроект о помощи Израилю, который подготовили республиканцы Палаты представителей, бюджетное управление Белого дома называет документом, который привносит партийную поддержку Израиля и игнорирует гуманитарную помощь народу Газы, Украины и союзникам США в Индо-Тихоокеанском регионе. Для обретения статуса закона законопроект должен получить одобрение Палаты представителей и Сената, а также подпись Джо Байдена. В Молдове сегодняшнего дня и до 31 марта водители всех транспортных средств обязаны и днем ездить с включенными фарами. Об этом напоминает полиция. Мера направлена на обеспечение безопасности в условиях нестабильной погоды. Штрафы за нарушение зимнего режима езды не предусмотрены. Если водитель забудет включить фары, дорожный инспектор обязан его остановить, напомнить о правиле и предупредить. В то же время водители призывают постоянно адаптировать скорость движения к погодным и дорожным условиям и соблюдать большую дистанцию между транспортными средствами. В туман водители должны включать и противотуманные фары, если автомобиль ими оснащен. Правила впервые применили в 2009 году. Яркая упаковка, универсальный вкус и легкодоступность молодежи нынче все чаще можно увидеть с электронными сигаретами. Молодое поколение считает, что они менее вредны по сравнению с традиционными сигаретами. Специалисты, впрочем, утверждают, в электронках много опасных веществ, но самое серьезное, они вызывают привыкание. Потребление электронных сигарет выросло, или лучше сказать, мы наблюдаем взрыв потребления за последние пять лет. Табачная индустрия пытается продвигать их как продукцию с низким уровнем риска, что совершенно неверно. Во-первых, эти продукты содержат никотин и вызывают привыкание. С зависимостью, возникшей в молодом возрасте, бороться гораздо труднее, чем с зависимостью, которая возникает в зрелом возрасте. Да, совсем маленькие, и сигаретами. Мы делаем им замечания, но они отвечают грубо. На улице можно встретить после уроков. Родители, может, даже и не знают. Хотя и осознают, что электронные сигареты опасны для здоровья, некоторые из тех, кто их употребляет, отказываться от пагубной привычки пока не хотят. Почему вы предпочитаете электронные сигареты? Я их не предпочитаю, у меня выработалась привычка. Но простые сигареты я не курил и не курю. А намереваетесь ли вы от них отказаться? Я об этом не думал. У меня отрицательное мнение. Тем более, что электронные сигареты пропагандируют в последнее время. Хотя мы знаем, что они не так уж и полезны для здоровья. Жители столицы считают, что основная причина, побуждающая молодых людей и подростков употреблять электронные сигареты, это стремление быть наравне со своими сверстниками. Думаю, что хотят идти в ногу с модой. Дескать, курит мой друг, дай-ка и я попробую. Я считаю, что они не приносят пользы, но каждый человек имеет право делать то, что хочет. Как вы думаете, почему молодежь их употребляет? Потому что это модно. Что все же побуждает подростков употреблять электронные сигареты, нам пояснила доктор психологических наук Инга Платон. Открытость подростков к чему-то новому. Эти гаджеты просты в использовании, красочны. Они приятно пахнут и придают ощущение чего-то приятного, что происходило в жизни, может быть, в детстве. Наши подростки хотят казаться взрослыми и думать, что нездоровый образ жизни – это и есть быть взрослым. Специалисты считают, что лишь тщательным убеждением с приведением аргументов можно склонить подростков в пользу отказа от электронок. Все сообщество должно быть очень активным. Семья должна активно участвовать в жизни ребенка. И здесь я имею в виду не контроль, а установление хороших и доверительных отношений между семьей и ребенком. И государство должно предпринимать шаги, чтобы сократить распространение, продажу, агрессивный маркетинг. Хотя молодых людей, употребляющих электронные сигареты с каждым годом все больше, в Молдове сейчас жестких мер по борьбе с этим явлением нет. Закон о контроле над табаком запрещает использование ароматизаторов и других ингредиентов в электронных сигаретах. Только этот запрет вступит в силу с марта 2026 года. Хотя законодательство Республики Молдова запрещает онлайн-продажу электронных сигарет их можно заказать по интернету. Покупателю нужно указать только свое имя, адрес электронной почты и номер телефона. Другие сайты спрашивают клиента только о том, исполнилось ли ему 18 лет, но не запрашивают никаких доказательств его совершеннолетия. По последним имеющимся данным, электронные сигареты запрещены примерно в 30 из 195 государств членов Всемирной организации здравоохранения. Еще 65 приняли меры по регламентированию этой области. На сегодня это все. Больше новостей вы сможете найти, как обычно, на нашем сайте tv8.md. Если вы стали очевидцем какого-либо события, у вас есть интересная информация, видео или фото, присылайте все в редакцию нашего телеканала и помните, именно ваша новость может стать и главной. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова